когда-нибудь и обязательно начну этот ролик good morning товарищи или у кого там какой день недели многие просили многие хотели многие уже сделали ролик по этой машинке но я когда выкачал тогда и выкачал и собственно вот он коварный задалбывающий рандом мощный и сочный фокс он же лиц он же крыс как бы странно это не звучало начну сразу с плюсов этой машины это то что ее выдают по сути топовой сразу всем игрокам то что у нее там ветка модификации прокачана нет она просто носится как безумная башни крутит точно также в общем чувствуется в рандоме отлично но у меня как ты понимаешь танчик уже с новыми болен патронами как же промахнулся то а новые патроны это то что кошмарит этот рандом уже неделю наверное танке . у которой бронепробитие на подколах 110 что пробивает некоторые танки тупо в лоб что не может не радовать честных людей вот ну давай я сразу начну перечислять минусы которые заметил играя на этой машинке чтобы потом к ним не возвращался что очевидно что машина на данный момент и бай пока и не уберут имболенту она будет имбовать и первый минус можно было заметить пока я стрелял это телескопический прицел с таким прицелом жить как-то проблематично отлично fox просто а я не против а может и вылетишь отлично взял с собой пока стандартные ленты там 50 миллиметров пробоя но пока я на них ездил я понял что они нехило разрывают жопы там взрывчат какой какая есть в общем вполне играбельно получается но в принципе и на подколах можно поиграть там походу тоже взрывчатка есть хоть оказалось бы откуда там ей взяться вот прицел он вроде как неплох но во первых ты воюешь обычно на среднем малых дистанциях и в таком случае этот прицел скорее мешает чем помогает а во вторых у этого есть у стандартного снаряда видишь нет трассера вообще то есть понять куда я стреляю ну ну несколько пристрелочных тогда уже попадания а с такой скорострельностью твои несколько пристрелочных могут стоить тебе жизнь благо топовая лента все-таки имеет кое-какой трассер кто самолет я понял два самолета самолеты кстати эту машинку любят но не всегда разбирают и он может в эти самолеты потому что фугасная лента есть а как он там оказался если там вся моя тема вот стоит видимо не стоит как обычно у моей темы случается еще по минусам лично для меня минус ее звук причем звук который она издает когда ты рядом с ней едешь вообще не похож на то что ты слышишь сидя на этой машины потому что этот свист просто разрывает барабанные перепонки можно было бы сделать громкость поменьше но я тогда не буду слышать вражеские танки при том что у меня звук своего двигателя выключен на минималку поэтому приходится останавливаться и вслушиваться где кто что делает а иначе ну никак тут кстати кто то есть сейчас проверим берет ли это лента сорок четверку в ангар сучонок так короче свист это конечно как он меня сейчас не пробил свисток это это конечно субъективно но как по мне конкретно мешает с такой дистанции я конечно его не пробью до свидания но попытаться за стоило ну еще какой-то минус был но я его забыл наверное он несущественный либо я его почувствую чуть позже единственное чем мне нравится этот фокс это тем что он теперь стал отличным средством противодействия всяким этим вашим паладином я бы по-хорошему отобрал у него подкалиберную ленту оставил пятидесятку из пятидесятка он бы ломал лица всем этим фугасным картонным уродом которые терроризируют рандом последний месяц проскочил там за холмом он стоит ну как попал родной а вот тебе и самолет мститель прилетел ну да тот совка крысер который стоял за поворотом добрали м109 добрали машинка может противодействовать самолетом зачем если есть авиация ствол задирается мое почтение плюс есть фугасная лента плюс бока не такой уж и короткий можно в принципе заиметь и пару фугасных патронов да неохотно машинка конечно пробивается самолетами прям неохотно сколько ж вас тут у вас чутом блять за поворотом рожают а мой самолет кстати остался в прошлом бою который был говно как обычно поэтому пошли в следующий бой увидишь союзников рядом с собой беги от них эти твари хуже врагов ттх машины броня да честно говоря я забыл посмотреть броню но это шустренькая колесная тракториза у нее там брони около 30 40 миллиметров но в принципе можно попытаться уверенно вылазить лицом на зенитные пулеметы куда те блять несет ой физика тундры меня так радует это не пером описать не в сказке сказать так вот кое-какая броня присутствует но против пулеметов пушки тебя уже пробивают так чё еще орудие отрицатка 110 пробоя ну ты понял да не имба последней недели вот подвижность дичайшая ему двигатель еще не выкачал мне просто страшно поднимите хобот твою мать несет трактор безбожно ну да я обнаглел наверное напомните мне зачем я взял с собой каморную ленту тут под калибр лучше любого каморника работает надо просто отвыкнуть заходить каждый раз прицел и на близких дистанциях прокидывать уже так от бедра а против а это я не пробиваю и этот я пробиваю а что это вообще не пробивает яйца 2 в первом бою просто в лицо расстрелял я ты меня не видишь меня тут нет какой-то умный блин ну а разраб вообще думал когда вводил эту машину вот хоть на секунду задумался как в игре она будет чувствоваться причем ты понимаешь его выше не закинуть если ты его выше закинешь он начнет пробивать все живое даже на стоковой ленте причем даже эффективнее давай только не сюда я понял я линяю меня тут никогда не было всего хорошего сюда не поползешь конечно попал не поползет стой куда собрался ну вот здесь бы каморная лента конечно лучше подошла я чую что ко мне кто-то едет я сваливаю с кровью guy am going home так а ну как комарники вовремя ты комарники заряжаешь ничего не скажешь а ведь могу разобрать тигра причем спокойно он не догадается что ему на шесть захожу догадался наводчик мое почтение кста подколу затылок сейчас влетит парню вот все king тигр и венец творения германских инженеров приезжает британская пулялка из будущего пих пих нету king тигра чувствуется баланс чувствуется рука мастера отберите в этой машинке под калиберную ленту кто-нибудь дайте рандому хоть какой-то шанс на выживание так про орудия сказал про броню сказал подвижность я я не знаю стоит ли вообще говорить про подвижность ну ты вот это вот все что она ездит крутится и забирается на горы это все на стоке что будет на топе я боюсь представить упах вам поджопник вам подзатыльник бам нет пантеры все нету пантеры блин я когда выкачивал эту машину выкачивал ее долго на британца я против нее не играл я играл за нее она играла за меня и я только читал в чате как я ненавижу этого фокса я ненавижу фоксов эти чертовы фоксы задолбали понятно почему в принципе в свое время и r3 всех точно также задолбовал пока его не занерфили до состояния обычной зенитки но можно же было все таки за столько лет догадаться что не стоит вводить такие машины чтобы потом их нерфить подкор горящих жоп игроков наконец-то меня сняли спасибо я уж думал вы не возьметесь за это дело и это вот я сейчас занимаюсь хернёй лезу так куда меня не просят умышленно агрю противников и так далее ты представь что на нем будет творить профильные крысы которые из куста в этой игре никогда не вылазили ну то есть все эти не люди это же ну все так никого не видеть ничего не знать от . моя все я здесь живу тут кто-то будит обратите пожалуйста внимание отлично так там кто-то стоит я его плохо вижу дожди он еще не помер найди ты в жопу тупая жопа кстати с двадцатки по мне лупили ну нифига а я по нему луплю с тридцатки ему как бы фига такой этой машины что окей я понял невидимые стены такой этой машины еще и броня есть прям достойная броня есть только этого ей и не хватало а вот тебе кстати скорострельность зарешала ствол болтает как пиздец и скорострельность не нижайшая я ему кое-что выбил но он все еще остался жив несомненный плюс этой машины что когда ее закидывает плюс-минус стоп поршневики наконец-таки спаунятся на адекватной дистанции от зоны боевых действий вот это огромный плюс машины так кого мы выносим ну допустим тебя 1 2 все все отвалите я уже победил вы ничего сделать не сможете кстати еще немного это было бы ядерка но мне не по кому было бросить бомбу и уже конец боя так вот ну слушай тундра меня прям балует кидает на моя любимая карта кстати за прошлый бой выкачал двигатель выкачал в общем еще посмотрим что изменится по моему как летела так и летит может даже быстрее и так кто где кого я всех пропустил пока тут купил ой ваншот бывает же ой заряжающий минус ой а что эта машина не может вообще сделать противнику не может его уничтожить силой мысли а это это не перед назад йоу 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 чил чил и сми карл а я он на меня смотрит и стесняюсь для него время отвлекся все самое интересное пропустил папа внутри кого я вижу бмп брин огромное почтение что засрал мне все своими дымами хочу собственно себя ограничу хочу вот тут выглянуть увижу я чё-нибудь так но вы тут жужжите эта цель уже разведана эта гора уже разведана можно ее не разведывать ведь там есть кто-то за поворотом до его просто не светишь дурачок и даже не один кто-то а я думал его не пробиваю а тут все-таки пробил а вот этого я не заметил к 100 ну желтая говнина плоская как бы до нее там хрен увидишь а тем временем мы слили вообще все что только можно зато как увлекательно в итоге вся тима британцев состоящая из фоксов таким насосала что одно дело крысить по углам а другой . захватывать опа а ты еще что за фрукт у two destaью чё не попал от вы пулеметиками они берут богатЫ я по пулеметикой меня берут что нибудь помогите не поможет все тема закончилась ночью ну вот и вот так вот бывает все какjatow bohes защита Т-26Е5 я одной пулькой заваншотил. Заваншотил, всё. Имбовость машины доказана. Можно ехать в последний бой. Тем более у меня время заканчивается. Не, вот серьёзно. Свои 15 километров вы будете детям ночью в качестве сказки рассказывать. Я отказываюсь в этом участвовать. Выдвигай колёси. Сейчас сядем. Отлично. Садимся. Да сядь ты, твою мать. Всё, на самолёте я отлетал. Так, ну что, последняя катка и тут же вывод. Не будем затягивать с этим роликом. Тем более говорить тут в принципе не о чем. Ну, пока это имба. В ближайшую неделю, пока ей не уберут подкалиберную ленту, она будет рвать рандом и просто ломать жопы. Когда ей уберут подкалиберную ленту, это будет отличная машина против паладинов и всякого легкобронированного говна. Потому что 50 пробоев вполне достаточно, и комарники рвут это дерьмо, фугасное на части. В целом, очень слабая машина. Очень со смыслом её ввели. Типа, видимо, не хватало очередной колёсной имбы в рандоме. Добавим ещё одну. Вот почему она на эту гору, блядь, залезть не может? Ой, да ладно, хрен с ним, поеду я вперёд. Он пантерка в борт, бам-бам. Нету пантерки экипажа. Ну ладно, пойду в глубокий рейд. Где тут, чё тут, кого тут? Там кто-то есть, но я его не вижу. Кустик, падай, пожалуйста, быстрее. Спасибо. Бам-бам-бам. О, хори. Чё, думаешь, пробью, нет? Ни хрена ему сделать не могу. Я тебя... Чёртов японец на своей карте, а как у себя дома, блядь, не видно его. Ну не знаю, был смысл выкачивать ему двигатель или нет, но... Ну летит как летел. Ну а у него вот в отличие... А у него, кстати, в отличие от Т-95, вот дымы есть, арт-удар, чё-то ещё, ещё что-то. Ты оцени этот прицел. Бинокль, прицел. Никогда не понимал, куда смотреть на эта карта, чтобы увидеть противников. Обычно я ехал, а не смотрел. Ну вот и всё. Очередная фугасная крыса переборола меня таки. Перезаписывать я не собираюсь. Всё, что можно было показать, было показано за три серии. Это такое лайтовенькое окончание. А где мои фэпосы? Ёп твою мать. Кто это? Уху-ху, разры... Да, прикольная карта. Всё, что я хотел показать, я показал. А на этой карте не сейчас так. В следующий момент меня бы закрысил. Какой-нибудь урод из куста. Кстати, летит, и я его вообще не слышу. У меня двигатель противников выкручен на максимум, я его не слышу. Он что, с глушителем летает? На своей миле. Где этот пасюк? Ну и что, будем мстить, а что? Вот и месть. Крысюк дождался своего. Сейчас он сядет на самолёт. Или на зенитку имбовую. С 7.0. Будет мне мстить. Так и живём. А, я не заметил БТР-3Д. Не имбовая зенитка меня порешала. Ну, в общем-то, всё. В общем, нам дали, скажем так, условно, буст на прокачку британской ветки. На недельку-две, когда они эту херню занерфят. Занерфят будет не так весело. А пока вот есть лента подкалиберная, есть веселье, есть нагиб, есть пиздец в рандоме. Всё, давай. Пиши, что думаешь об этой машине. И в целом, пиши письма и не болей.